Глава тридцать третья книги Иова Итак, слушай, Иов, речи мои, и внимай всем словам моим. Вот я открываю уста мои, язык мой говорит в гортане моей, слова мои от искренности моего сердца, и уста мои произнесут знания чистые. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Если можешь, отвечай мне и стань предо мною. Вот я по желанию твоему вместо Бога. Я образован также из брения, поэтому страх передо мною не может смутить тебя, и рука моя не будет тяжела для тебя. Ты говорил в уши мои, и я слышал звук слов. Чист я, без порока, невинен я, и нет во мне неправды, а он нашел обвинение против меня и считает меня своим противником, поставил ноги мои в колоду, наблюдает за всеми путями моими. Вот в этом ты не прав. Отвечаю тебе, потому что Бог выше человека. Для чего тебе состязаться с Ним? Он не даст отчета ни в каких делах своих. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз. Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и выказывается кости его, которых не было видно, и душа его приближается к могиле, и жизнь его — к смерти. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет, «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей. Будет молиться Богу, и он, милостив к нему, с радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить, «Грешил я и превращал правду, и не воздано мне». Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет. Вот все это делает Бог два-три раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Внимай, Иов, слушай меня, молчи, и я буду говорить. Если имеешь что сказать, отвечай, говори, потому что я желал бы твоего оправдания. Если же нет, то слушай меня, молчи, и я научу тебя мудрости. Субтитры сделал DimaTorzok